Пятый урок. Подведем итоги. Перед нами творительный падеж «Нажендник» от повяда «Ким Чим». И сегодня мы разбираем единственное число «Личба поедынша». Итак, в творительном падеже в мужском роде и в среднем роде окончания совпадают. Прилагательные имеют окончание «ым-им», существительное окончание «эм». В женском роде и прилагательные, и существительные имеют одинаковое окончание «ом-ом-ом». Давайте почитаем несколько примеров мужской и средний род сейчас. Естышь весолым татом. Ты являешься кем? Веселым папой. Прилагательное окончание «ым-весолым-татом». Слово «тата» мужского рода, но так как заканчивается на «а», окончание «а» женского рода, то есть слово изменяется по правилам женского рода. Весолым татом. Єстем високим брюнетем. Я являюсь високим брюнетом. Високий брюнет – високим брюнетем. Єстем високим брюнетем. Любим разговаривать с интеллигентным коллегом. Я люблю разговаривать с умным коллегой. Интеллигентный коллега с интеллигентным коллегом. Коллега – то он, слово мужского рода, но окончание «а» и изменяем по правилам женского рода. Не люблю споцировать с этим псом. Я не люблю гулять с этим псом. Увельбям частко с кремом. Я обожаю пирожное с кремом. С чим? С кремом. Крем – с кремом. Ким пан ест в заводу? Кто пан по профессии? Єстем инженером. Я и являюсь инженером. Инженер – инженером. На шнеданне. Пётр часто е канапка с маслом и сэром. На завтрак Пётр часто кушает бутерброд с маслом и сыром. Масло – с чем? С чем? С маслом. Сэр – с сэром. С чем? Самолёт лечит высоко над мястоем. Самолёт летит высоко над городом. Над чем? Над городом. Място – над чим? Над мястоем. Кот шпит под столом. Кот спит под столом. Стул под столом. Теперь читаем примеры женского рода. Квяты стоят в вазоне на подлодзе между шафом и комодом. Будет классно, если вы будете также вслух читать, произносить. Цветы стоят в вазоне на полу между шкафом и комодом. Шафа и комода в польском языке женского рода. Мензы чим? Между чем? Мензы шафом и комодом. Кася стоит за Аньом. Кася стоит за кем? За Аней. Ясм пьянкнам дзевчыном з добрым характером. Я являюсь красивой дзевушкой, пьянкна дзевчына, пьянкном дзевчыном з добрым характером. добрый характер мужского рода уже. Я являюсь блондинкой, блондинка, ким блондинком, з небескими очами, с синими глазами, прямым носом, простый нос, мужской нос, простым носом и червоными устами, красными губами. И здесь обратить внимание, у нас также есть множественное число с небескими очами, с червоными устами. Окончания в творительном падеже в русском языке и в польском языке совпадают. У прилагательных будет ими-ымя, у существительных ами, независимо от рода. Например, с синими глазами, ими-ами, с красными губами, ими-ами. Все как в русском языке. Анна есть добрым господынём. Анна является хорошей хозяйкой. Добра господыни, в единственном числе, хорошая хозяйка. Ким? Добром господынём. Он интересующий историем, фотографием и пилком ножном. Он интересуется историей, фотографией и футболом. Футбол, пилка, ножна. Пилка, мяч, нога, нога. Пилка, ножна вместе футбол. Пилком, ножном. Женского рода в польском языке. Она пшидже до нас с мамом, женом, сестром, цурком. Она придёт к нам с мамой, женой, сестрой, дочкой. Всё женский род и все существительные имеют окончание ум. Заводы, профессии. Под видео я в описании прикреплю презентацию. Ссылочку на презентацию. Вы можете посмотреть название профессии. А мы с вами немножечко ещё поговорим о творительном падеже, о ноженнику. Итак, ноженнику, повядано питание ким, чим, кем, чем. И, собственно, когда у нас в вопросе есть эти слова, то мы используем в ответе ноженник, творительный падеж. Например, первый вопрос ким. Ким естыш? Ким ты являешься? Кто ты? Єстем поляким. Я поляк. Поляк. Ким поляким? Например, я полка. Ким естыш? Єстем полком. Полка. Єстем полком. Чим? Второй вопрос. Чим то есть? То есть квятем. То есть фотелем, например. Ким, чим ще интересуешь? В учебнике у нас как раз был этот вопрос. Можно интересоваться кем-то, можно интересоваться чем-то. Например, интересующий актором, писажем, поэтом, жену. Я интересуюсь каким-то актером, каким-то писателем, каким-то поэтом. И я интересуюсь женой. Поэта – слово мужского рода, но заканчивается на «а», изменяется поэтому по правилам женского рода. Жена – уже женский род, основное правило. И чем можем интересоваться? Интересующий, щаткувком, кошекувком. Я интересуюсь волейболом, баскетболом, щаткувка, кошекувка, женский род. Интересующий боксом. Бокс – бокс. И также есть такие фразы, вопросы в польском языке, которые после себя требуют «нажендник», то есть творительный падеж, хотя в русском языке может быть иначе. Ким ще опекуешь? Кем ты заботишься? Если дословно. По-русски мы скажем «а кум ты заботишься?» Но в польском языке это «нажендник». Ким ще опекуешь? И отвечаем. Опекуешься щёстру. Например, я заботюсь о сестре. Опекуешься бабчем. Я заботюсь о бабушке. Но, видимо, в польском языке у нас нету здесь предлогов. Просто опекуешься ким чим, опекуешься бабчем. Опекуешься родицами, дядки, матку. Я заботюсь о родителе, о дедушке, о матери. Чим ще бавиш? Чем ты играешься? То есть не с чем ты играешься. Чем ты играешься? Чем ты забавляешься? Бавишся лальком, бавишся забавком. Я забавляюсь куколкой, забавляюсь игрушкой. То есть я играюсь с куклой, я играюсь с игрушкой. Чим ездишь? Чем ты ездишь? И отвечаем. Я еду автомобилем. В польском языке не ездят на чем-то, ездят чем-то. Это важно, запоминайте, пожалуйста. Яды самоходом. Если мы скажем яды на самоходе, то значит мы на крыше автомобиля находимся. Яды ровером, яды мотоциклем. Я еду велосипедом, яды мотоциклом. Яды почонгем. Я еду поездом. И не правильно будет сказать яды на почонге. То есть на крыше. Возможно, мы в Индии, и там это нормально, мы на крыше едем. Но в польском языке мы едем чем-то и говорим правильно. Яды почонгем. Завут, профессия, заводы, профессии. Когда мы хотим спросить, где ты работаешь, кто ты по профессии, мы можем спросить, кем естешь? Кем ты являешься? Если мы на вы, то есть в польском языке на pan-pan, то мы спросим, кем pan, кем pan jest? Также можем спросить, кем працуешь, кем ты работаешь? Кем естешь с заводу, кто ты по профессии? Эти все вопросы говорят о том, что мы спрашиваем. Мы хотим узнать, кем ты работаешь? Итак, напомню, что в польском языке названия профессии делятся в зависимости от того, о ком мы говорим, о мужчинах или о женщинах. Например, jestem aktorem, jestem aktorkom. Jestem nauczycielem, jestem nauczycielem, jestem nauczycielem, то есть я учитель, я учительница. Jestem emerytem, jestem emerytkom, я пенсионер, я пенсионерка. Jestem kölnerem, jestem kölnerkom, я официант, я официантка. Да, презентацию я прикреплю, ссылочку на презентацию, можете почитать. И также есть названия профессий, которые и для мужчин, и для женщин звучат одинаково, то есть не меняются в зависимости от пола. Вот эти названия профессий, то есть будет pan-architect и pan-architect, pan-professor и pan-professor. И внимание, отвечая на вопрос о своей работе, мы можем сказать двумя вариантами. Например, заводу естем или просто естем, ким чим, и после этого нам нужен нажендник, творительный падеж. Я являюсь кем, по профессии я являюсь кем. И второй вариант мы можем ответить, працуя яко, кто цо. И после этого нам нужен именительный падеж на новом. Рассмотрим примеры. Працуя яко научичель, працуя яко научичелька. Я работаю как учитель, я работаю как учительница. В творительном падеже мы скажем, с заводу естем научичелем, научичельком. Працуя яко кэльнер, яко кельнерка. Я работаю как официант, как официантка. И в нажитнику, в творительном падеже мы скажем, я являюсь кем, jestem кельнером, кельнерком. Працую яко лекарь, лекарка. Я работаю как врач, как врач-женщина. Если мы скажем, я являюсь, или по профессии я являюсь, jestem лекарем, jestem лекарком. Працую яко дентиста, яко дентистка. Я работаю как дентист, как дентистка. В нажитнику мы скажем, jestem дентистом, jestem дентистком. Обратите внимание, дентиста мужского рода он, но заканчивается на а, а это окончание женского рода, и поэтому изменяем по правилам женского рода. В женских профессиях добавляем суфикс к дентистом, ну, jestem дентистом, jestem дентистком. Працую яко спрэдавца, яко спрэдавчыни. Я работаю как продавец и как продавец девушка. Jestem спрэдавцом, спрэдавчыньом. Працую яко кщенговый, кщенгова. И здесь обратите внимание, слово кщенговый заканчивается на и. Слова, которые заканчиваются на и, а это окончание прилагательных, изменяются по правилам прилагательного. Поэтому в нажитнику мы скажем, jestem пщенговым, а девушки скажут, jestem пщенговым. Также я оставлю в презентации список названий профессий. Тут очень много. Можете найти свою, можете просто для интереса почитать. Продолжение следует...